Здравствуйте! Это энциклопедия здоровья и сегодня мы в Железногорске. В этом городе проживают более 97,5 тысяч человек и почти каждый из них появился на свет вот в этом роддоме. Как здесь помогают мамам и малышам узнаем из сегодняшней программы. В городе Железногорске почти 52 тысячи женского населения. Из них 25 тысяч женщины фертильного или детородного возраста. Первородочка, она еще не знает, что ее даже ждет. Начинаются свадки, начинается подготовка к родам. Конечно, у нее уже такая эмоция бывает, что не хочу ничего, не хочу никого. А когда родится это чудо маленькое, покажешь, ради чего ты мочился, ради кого ты. Там, конечно, уже и слезы счастья, и слезы радости. Железногорский городской родильный дом – это многопрофильное медицинское учреждение, где женщины получают все виды стационарной и амбулаторной помощи в области родов вспоможения, акушерства и гинекологии. В среднем у нас ежегодно где-то в районе 1300-1400 родов в год. Но это не только жители города Железногорска. Мы обслуживаем и близлежащие территории. Мы обслуживаем Дмитриевский район, Хмутовский район. Территориально ближе к нам – это город Дмитровск. Троснянский район – это Орловская область. Как самостоятельное лечебное учреждение, Железногорский родильный дом работает с 1970 года и специализируется на помощи роженицам низкой и средней категории риска. Это исходя из трехуровневой системы госпитализации беременных, установленной Комитетом здравоохранения Курской области. О здоровье мам и новорожденных заботятся 272 сотрудника. Из них врачебный персонал порядка 50 человек, около 100 человек среднемедицинского персонала и 70 младшего медицинского персонала. Железногорский городской родильный дом – это четко работающий механизм, в структуру которого входят отделения оперативной и консервативной гинекологии, физиологическое и обсервационное акушерское отделение, отделение патологии беременных и патологии новорожденных, гимной станционар и женская консультация. Есть государственные программы, которые приветствуют раннюю постановку женщины на учет, чтобы она обратилась на раннем сроке. Во-первых, у нас есть первый скрининг, который проводится в медико-генетической консультации. Забираются анализы на предполагаемую вражденную патологию, проводятся УЗИ для выявления грубых пороков на ранних сроках. Первые месяцы беременности необыкновенно важны для здоровья будущего маленького человека, потому что в этот период формируются все его основные органы. Для того, чтобы беременность проходила под наблюдением специалистов, будущей маме необходимо встать на учет в женскую консультацию, где ей не только помогут в случае осложнений выносить ребенка, но и подготовиться к материнству психологически. Введение беременности – это основная и главная, и та часть, за которую мы несем наибольшую ответственность. Чисто медицинская и юридически-психологическая помощь, как то школа матерей, консультации юриста, социальные всякие вопросы, связанные с получением пособий. В женской консультации Железногорского родильного дома женщины могут обследоваться у гинеколога, эндокринолога, окулиста, генетика, пройти осмотр в кабинете кальпоскопии и посетить стоматолога. Одним из ценнейших методов проверки здоровья плода во время беременности медики считают кардиограмму будущего малыша. КТГ – это кардиотокограмма. Это сердечко ребеночка мы прослушиваем. Это делается трижды за беременность. Идут они с 30 недель. Это первый раз они идут. Потом идут они в 34-36 недель. А потом и третий раз они идут с 36 до 38 недель. Женщины с патологическим течением беременности, угрозой невынашивания и гипоксии плода получают стационарную медицинскую помощь в отделении патологии беременных. Лекарственная терапия и круглосуточное наблюдение квалифицированного персонала в большинстве случаев помогают избежать преждевременных родов. Роддом делает все для того, чтобы родильник родился здоровым. Здесь создано прекрасные условия для того, чтобы выходить ребенка. И с патологией сердца, с патологией дыхательной системы, в общем-то, все условия для этого созданы. В Железногорском родильном доме практикуются так называемые партнерские роды, где по желанию будущей мамы сопровождать ее в родовую может близкий человек. Кто-то приходит с мамами, кто-то приходит с сестрой, желает. То есть в этом проблем никаких нет. Поддержка близких, ну вообще всегда это положительная эмоция в любом случае. При родах применяется эпидуральная анестезия и другие виды обезболивания. Все это облегчает психологическое и физическое состояние роженицы. Но все же главным условием успешного ведения родов являются квалифицированные действия медицинского персонала. Сочувствие, сопереживание – это великое, конечно, достоинство. На нашей работе особенно. Потому что две жизни в наших руках. Две жизни. Обижать, оскорблять, унижать. Ни в коем случае этого делать никогда нельзя. Потому что человеку больно. Я должна только посочувствовать, посопереживать и ей просто пообещать, что все будет хорошо. Ответственность такая великая. Валентина Мироновна Краснова работает здесь акушеркой более 45 лет. Ее заботливые руки приняли на свет тысячи маленьких железногорцев. У меня уже 73. Было бы в октябре. Пошло 74. Но я пока вот еще работаю, потому что у меня желание. Я знаю, что я нужна еще. Помогу и словом, и делом, и добрым словом. Это самое главное. Наверное, каждая будущая мама мечтает родить сама. Быстро и безболезненно. Многие роженицы перед отправкой в роддом, возможно, слышали истории подруг о том, что сейчас естественные роды практически вытеснило кесарево сечение. Но врачи утверждают, что это не совсем так и бояться не стоит. Экстренных кесаревых сечений не так много, как, допустим, на слуху у людей, что практически всех оперируют. Нет, это не так. Оперируется строго по показаниям. Решение о родоразрешении путем кесарево сечения врач принимает после тщательного обследования женщины. В комплекс мер входят не только осмотры и УЗИ, но и анализы. Весь спектр необходимых клинических и биохимических исследований делают в лаборатории при родильном доме. Биохимические анализы, гематологические, общеклинические. Гемостазиограмму делаем. Глюкозы, лактат. Особенно необходимо для новорожденных определить состояние. Мочевину, билирубин, кретинин, PH крови. Это для реанимационных больных очень актуально. Каждый малыш, рожденный в Железногорском роддоме, в первые дни жизни проходит расширенный неонатальный скрининг. Это обследование на врожденные патологии, муковисцидоз, тугоухость и иные заболевания. Нередко врачам Железногорского родильного дома приходится спасать и недоношенных детей. Этих во всех смыслах крошек выхаживают в палате интенсивной терапии в специальных кювезах. Создается определенный микроклимат, светоизоляция, так сказать, у нас есть. И тут же встроены мониторы для слежения за жизненно важными функциями организма, недоношенных новорожденных. Своё техническое оснащение родильный дом Железногорска улучшил в 2011-2013 годах, в период реализации областной целевой программы модернизации здравоохранения региона. У нас было приобретено оборудование более чем на 25 миллионов рублей для лечебного учреждения. Это в основном оборудование для отделения реанимации, отделения новорожденных, для лабораторной диагностики. Также был приобретен аппарат, то есть ультразвуковые диагностики высокого класса. Железногорский родильный дом – больница доброжелательная к ребенку. Это звание было присвоено учреждению в 2003 году Всемирной организации здравоохранения и означает, что особое внимание здесь уделяется комфортному пребыванию в роддоме матери и ребенка. Врачи практикуют ранее прикладывание новорожденного к груди женщины. Ее совместное пребывание с малышом – с самого момента рождения. Его показывают маме, со всех сторон объясняют, что и как. Потом показывают, как обработали пуповину, как перевязали пуповину. И все, и его запеленали, с мамой положили, и все. Через два часа его вместе с мамой из роддзала перевели в послеродовую палату. И там этих счастливых людей, взрослого и совсем еще крошку, которых стало теперь двое, ждет внимание заботливых медиков. Уход, великий уход нужен. Что-то где-то принести, где-то что-то подсказать, что покормить, как заворачивать, научить ребеночка пеленать. Это же все, это не куклы. Весь персонал Железногорского городского родильного дома помогает маленькому человечку не только прийти в мир здоровым, но и делает все для того, чтобы его дальнейшая жизнь была счастливой и долгой. Вот и все на сегодня. Это была программа «Энциклопедия здоровья». Смотрите нас на телеканале «СЕЙМ». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok